Груши отлично подходят для домашних пирогов, к тому же сейчас этот всесезонный фрукт найти в магазинах можно круглогодично, делюсь рецептом вкусного дрожжевого пирога. Если вы любите груши, то значит этот рецепт дрожжевого пирога с грушами вам точно понравится, готовится он очень просто, получается красивым и очень вкусным, смотрите пошаговый рецепт и пеките с удовольствием. Досмотри шин вида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. В емкость для замешивания теста всыпьте муку, соль, сахар, перемешайте, сделайте углубление. Влейте в углубление теплое молоко, немного подмешайте муку с краев к центру лунки, оставьте на 10-15 минут для активации дрожжей. Добавьте растопленное сливочное масло и одно взболтанное яйцо, заместите тесто, оставьте его на 15-20 минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Через 15-20 минут выложите тесто на стол и месите примерно 7 минут до чистых рук, так как тесто сначала будет очень сильно прилипать к рукам, помогайте себе пластиковым скребком, смажьте миску растительным маслом и оставьте тесто для подъема в теплом месте до увеличения в 1,5-2 раза. Подошедшее тесто разделите на два неравные части. Большую часть выложите в форму для выпечки, можно подстелить на дно пергамент, сделайте небольшие бортики. Нарежьте груши тонкими пластинками. Выложите груши на дно формы, присыпьте сверху тростниковым сахаром, лучше сахаром посыпать в последний момент, так как груши активно начинают выделять сок. Оставшееся тесто разделите на 6 полосок, сплетите из них 2 косички. Сделайте болтушку из яичного желтка и 1 столовой ложки молока. Выложите косички по бортику формы, защипните концы, смажьте молочно-желтковой болтушкой. Выпекайте пирог в духовке при температуре 170 градусов около 30 минут. Остывший пирог можно присыпать сахарной пудрой перед подачей. Подавайте грушевый пирог к чаю или к кофе, он получился красивым и очень вкусным. Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество, далее. Мюка пшеничная, 280 грамм. Сахар белый, 35 грамм, в тесто. Сахар тростниковый коричневый, 2 столовые ложки, для посыпки груш. Дрожжи, 7 грамм, свежие. Молоко, 140 грамм. Потребуется еще 1 столовая ложка молока для смазывания перед выпечкой. Яйца, 2 штуки. 1 яйцо, в тесто. 1 желток, для смазывания перед выпечкой. Масло сливочное, 35 грамм. Груши, 2-3 штук. Количество порций, 8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем приятного аппетита, жду вас снова.